Это утро с вами, спасибо, что вы с нами. На календаре 28 марта, в этот день, 12 лет назад, более 100 тысяч сторонников Бориса Ельцина устроили демонстрацию в Москве, нарушив запрет правительства. Как вы помните, тогда по приказу Михаила Горбачева в Москву были введены войска, но СССР распался, а первым президентом Российской Федерации стал Борис Николаевич. Чем запомнилась тюменцем эпоха Ельцина, расскажет Анастасия Карабенко. Тюменская область для Бориса Ельцина всегда была особым регионом. Это он даже подчеркнул в своей речи, когда впервые посетил Тюмень, будучи президентом РСФСР. Я в поездке в Тюменскую область не совмещу ни с одной поездкой, ни в другую область. Понимаю ее огромное значение для России, для страны, ну а самое главное для самих тюменцев. Значение региона в то время и впрямь сложно было переоценить. Северная круга, которые еще не были самостоятельными, имели огромные запасы нефти и газа. Отношение тюменцев, да и россиян в целом было неоднозначным. Кто-то приветствовал приезд Ельцина, кто-то ходил, кто-то беседовал, другие были крайне недовольны, были негативно настроены к Борису Николаевичу. Поэтому нет, в условиях политической борьбы, отношения к политическому лидеру отнюдь не благосконны. Особенно в тот момент, когда рушился Советский Союз. И все же на Ельцина народ возлагал большие надежды, словно он был глотком свежего воздуха, таким простым и близким каждому. Его поездка на север, на западно-ноябрьское месторождение, как раз один из примеров. Вместо запланированного по графику только официального визита, президент первым делом вышел пообщаться с простыми рабочими. Решить все проблемы Ельцин действительно не успел. Народные надежды и доверие к президенту таяли на глазах. А такая долгожданная свобода, когда казалось можно все, уже отдавала горечью. Вот чем запомнилась эта эпоха тюменцам. Мы ждали, что что-то будет новое в обществе. А разочарование – это то, что все-таки реформы, которые они не привели ни к чему хорошему. Очень тяжело было. Работы не было, деньги не было. Работали по 3-4 месяца деньги не получили. Было, знаете, страшно. Страшно почувствовать, что вдруг выбита почва из-под ног. Страшно быть сокращенным. Страшно идти в жизнь, совершенно не зная, в какую сторону. Время, когда каждый крутился как мог. Время свобод, переворотов и зачатков новой истории, оценить которые уже не предвзято смогут только потомки. Это было время, когда мы создавали новые социальные, политические институты, которые, на самом деле, если мы сумеем их дальше развивать, я думаю, сделают нашу страну достойной для большинства населения в середине 21 века. Анастасия Коробенко, Владимир Кондратьев, Сибинформбюро.